В Павлодаре подводят итоги первого дня ограничений. Карантин здесь ввели одним из самых последних в стране. Областной центр оцепили блокпостами в пяти направлениях. Полиция, силовые структуры и медики работают круглосуточно. 8.30 утра. Из города за пару часов ехали 200 автомобилей. Ехали вдвое меньше. В основном это грузовики с продуктами. Для тех, кто привозит в город еду, нет никаких ограничений на проезд. Остальные пока въезжают без особых проблем. За выходные не успели получить разрешающий проезд документы. Если сегодня полицейские только разъясняют новые правила, то со вторника уже начнут штрафовать. В режиме карантина мы осуществляем проверку всех, кто въезжает и кто выезжает, путем того, что они предоставляют справки с места работы. Мы записываем эти данные, ведем учет и параллельно сверяемся с базой Сергея. И подтверждаем действительность того, что они работают на территории города Павлодара, либо вне территории. Блокпосты расположены вдоль поселка Ленина. Сел Кинжиколь и Павлодарское до Успенского и Щербактинского районов. Их охраняют сотрудники полиции и военные. Врачи тоже дежурят тут круглосуточно, измеряют температуру транзитных пассажиров и собирают личные данные. К нам приходят, мы меряем давление, собираем анамнез. Потом, если все хорошо, если никаких показаний нет, то мы отпускаем человека. Если температура превышает 37,2, то мы вызываем скорую. Движение общественного транспорта в городе приостановлено выходить на улицу по крайней необходимости. А тем, кому больше 65 лет, и вовсе полный запрет. Впрочем, угрозу вируса многие повлодарцы до сих пор не принимают всерьез. Вот умер от своей болезни. Вот так же, как я сейчас болею, болею. Вот ноги болят, руки болят, голова болит. А когда конец придет, не знаю. Но медики говорят, отношение к болезни – личное дело каждого. Главное – соблюдать режим. Потому что неверие в существование коронавируса, как показывает практика, иммунитета человеку не прибавляет. Несколько дней назад по Владарии от коронавирусной инфекции умер 86-летний мужчина. Четыре человека, которые контактировали с ним, заразились. Гульмира Сатубаева, Карл Гашикасиетова, Самат Успанов, Алексей Амельницкий, Павлодар, Хабар-24.